Новобелевский поселковый совет в рамках, но не было рамки объединения, это был договор, где земли Новобелевской Солочной Рады перешли городу Южному, они на сегодняшний, на тот момент это где-то около 35-40% бюджета, и наш поселковый совет остался как бы бедным, но по договору мэрия города Южного Новобелевской Солочной Рады обещала трудоустройство, больницу, садик, школы, газификацию дороги, и ровным счетом, по-моему, только 30 тысяч гривен на то время было перечислено, и потом, по сегодняшний день, земли Новобелевской Солочной Рады закреплены за Южным, ни копейки мы по договору не получили, ничего не сделали. Так вот, опять в рамках объединения, для нас местные жители, которые представляют пиляры, как мы можем сейчас опять идти на те же самые грабли и присоединяться? Конечно, мы говорим о добровольном присоединении громад, в первую очередь, но вот у нас уже был первый этап громадских слух, они вроде как склонились к визирке, потому что есть с чем сравнивать. Второй момент, по поводу дороги, да, вот обслуживание дороги. Буквально недавно Людмила Борисовна Владимировна, да, не прошу прощения Владимировна, приезжала у нас спорная была, момент по поводу МАФа, который находится на дороге. Он находится на территории Новобелевской Солочной Рады. А, еще не разошлись, да? А, еще не разошлись, да? Но опять-таки, когда вы приезжаете проверять, контролировать ЧПшников МАФа, да, которые находятся вдоль дороги, но... Но вы меня пригласили. Ну, я знаю. Я не понимаю, что они меня позвали, я привела, а вы купили, а вы купили, а вы купили, а вы купили. Можно? Я прошу прощения, но мы говорим, а чья же эта дорога, кто же ее будет обслуживать? Значит, если ЧПшник вдоль дороги стоит, это земля южная. Нет, земля, а не дорога. Земля города, а сама дорога, ну, Балтару. Не могу туда, государство. На снег или на балансе мы не нужны. Ну, в любом случае, я что видел, то видел. Поэтому вот для меня сейчас тяжело. Я, конечно, да, я когда-то изначально, мы с Лисой Георгиевной говорили, что, в принципе, для меня изначально город южный, как бы, интересный. Но отношение к нам, местным белярскам, новые беляры, это поселковый совет, который, да, который породил город южный. Изначально большинство жителей и работали, и строили. И новые беляры, это были в нашем районе, в центре. У нас была отличная инфраструктура. У нас было два садика, у нас было две школы. У нас был отличный микроклимат. Ну, скажем так, и инвестиционный, и наши земли были привлекательные. Но нас, как бы, начали сносить, но сносить инфраструктуру сначала уничтожили полностью все, а потом подумали за людей, что нужно отселять. В России, на самом деле, не цельного строя, как начали? Тогда был Громлю и Ольга Владимировна. Мы не будем туда заявлять, потому что рынок существует, что есть, все есть.